Всем привет! В эфире универньюз, а в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем вам в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня выпуски. 9 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин вручил почетную награду за проект музеификации Болгарска-историко-археологического комплекса и острограда Свиярск коллективу специалистов из Республики Татарстан. Награда была вручена председателю Попечистского совета Фонда Возрождения Митимеру Шаймиеву, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурова и ответственному секретарю комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорию Ардженикизе, а также татарской писательнице Гузель Яхиной, автору книги «Изулиха открывает глаза». Почетная награда была прислужена Ильшату Гафурову как автору научной концепции проекта музеификации Болгарска-историко-археологического комплекса и острограда Свиярск. Минобранауки России совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации объявляет конкурсы на получение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых, кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 годы. Заявки принимаются по направлениям естественной науки, социальной и гуманитарной, медицинской, технической, сельхозхозяйственной, а также науки о космосе. Подать заявку на участие можно с 9 сентября по 13 октября 2020 года. К другим новостям. Сегодня в России проводится множество молодежных форумов. Таврида, Сириус, территория смыслов. Недавно вот прошел форум «Восток», участие в котором приняла аспирантка из Казани Юлия Серегина. В чем особенность этого форума и почему он привлекает в молодежь, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Во Владивостоке прошел Всероссийский молодежный образовательный дальневосточный форум «Восток». Республику Татарстан на форуме представила Юлия Серегина, аспирантка Института управления экономики и финансов КФУ. Юлия участвует в форумах уже не первый раз и каждое лето предпочитает проводить с пользой. Но так далеко она была впервые. Дальний Восток – это удивительная территория, где каждому я рекомендую побывать. Ну и, соответственно, конечно, особенностью этого форума было место его проведения – это остров Русский, где располагается кампус Дальневосточного федерального университета. В этом плане мне было вдвойне интересно поучаствовать, поскольку мне представилась возможность побывать еще в одном федеральном университете. Образовательная программа была насыщена различными лекциями и встречами. Так одними из спикеров форума стали герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Авдеев и заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Совместно с участниками форума спикеры попытались достичь главную цель форума. Целью форума стал поиск решений для улучшения качества жизни населения на Дальнем Востоке. То есть каждая команда, каждая десятка предлагала идеи проектные по решению той или иной проблемы, сложившейся в Дальневосточном федеральном округе. Особенностью форума стало также и то, что до начала очного этапа целых две недели шел онлайн-форум. Многие участники смогли там познакомиться еще до начала очного форума. И благодаря этому было намного проще работать вживую. Кристина Недершина, Универа Ньюс. 9 сентября на телеканале Универ ТВ прошел прямой эфир по вопросам заселения в общежитии КФУ. На вопросы студентов отвечали проректор по внешним связям Теремирхан Алишев, директор департамента молодежной политики Юлия Виноградова, а также директор Елабужского института Елена Мерзон и директор Набережно-Челнинского института Махмуд Ганиев. В этом году были изменены сроки выхода приказов о зачислении студентов первого курса. Соответственно, было большое количество вопросов о заселении в общежитии университета старших курсов. Потому что вот эти как раз... Раньше приказы выходили уже где-то с самого начала, с конца июля и в начале августа. В этом году приказы о зачислении студентов в контрактную форму обучения вышли 31 августа. А у нас согласно соглашению между администрацией университета и студентами в предоставлении в приоритетном порядке в деревне универсиада мест студентам первого курса. Поэтому, соответственно, заселение было... И места были определены им, определены были студентам старших курсов, были студенты, у которых остались вопросы. Поэтому и был адресован этот прямой эфир. Более подробно об итогах прямой линии смотрите в нашем следующем выпуске новостей. А пока что Минтрут России предложил сделать 31 декабря выходным днем. Такая инициатива поступила с учетом пожеланий граждан страны. Сделать канон Нового года выходным – отличная идея, так как благодаря этому работники смогут лучше распланировать свои выходные дни. В какие дни население страны будет отдыхать, узнаете из нашего следующего сюжета. 31 декабря, возможно, станет выходным. Министерство труда России предложило сделать канун Нового года нерабочим днем. Данная инициатива содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Отмечается, что предлагаемый перенос соответствует положениям трудового законодательства. В соответствии со статьей 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на иные дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. Не так давно Министерство труда России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Таким образом, согласно проекту 31 декабря 2021 года, возможно, станет выходным днем. Однако в 2020 году канун Нового года со стопроцентной вероятностью будет рабочим днем. Отметим, что данная мера полностью соответствует статье 110 ТК РФ, в соответствии с которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Именно данное ограничение помешало сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. По словам экспертов, сделать канун Нового года нерабочим днем хорошая возможность для того, чтобы работники смогли лучше воспользоваться своими выходными, а также лучше подготовиться к праздникам. Предполагается, что данная мера позволит работникам более рационально использовать свои выходные и нерабочие праздничные дни. Тем более, что часто сами работодатели отпускали своих работников 31 декабря домой пораньше для подготовки к празднованию Нового года. Напомним, что в 2021 году праздничные дни выпадают на 1-8 января. 9 января станет первым рабочим днем в 2021 году. Помимо этого, выходной с субботы 4 января переносится на 4 мая, а в воскресенье 5 января, соответственно, на 5 мая 2021 года. Лев Диденко, Универ, Ньюс. С каждым годом все сложнее и сложнее становится добывать нефть. Залежи так называемого черного золота находятся в трудноизвлекаемых зонах, в которые невозможно пробраться с имеющимися технологиями. Но для казанских ученых нет ничего невозможного. Они разработали методику, позволяющую добывать максимальное количество нефти, содержащуюся в пласте. С каждым годом все сложнее и сложнее становится добывать нефть. Залежи так называемого черного золота находятся в трудноизвлекаемых зонах, в которые невозможно пробраться с имеющимися технологиями. Но для казанских ученых нет ничего невозможного. Они разработали методику, позволяющую добывать максимальное количество нефти, содержащейся в пласте. Перед ассистентом кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Алексеем Сорокином стояла цель выявить наиболее надежный метод для добычи нефти из труднодоступных зон. Таких месторождений по всему миру очень много, и для нефтяных компаний до сих пор разработка подобных территорий остается актуальной. Алексей Сорокин поделился своим комплексным подходом о добыче нефти в таких местах. Запасы в таких сложных пластах и так далее, они достаточно довольно-таки большие, и доля их растет по сравнению с традиционными запасами. Поэтому одним из перспективных методов разработки таких месторождений запасов являются газовые методы, то есть газовое воздействие и водогазовое воздействие. Комплексный подход заключается в том, что осуществится синтез двух известных методов по фильтрации газа. Или в тонких трубах определяются также другие параметры смесей, и, скажем, минимальное давление, смесимость – это то давление, при котором наша газовая смесь начинает смешиваться с нефтью. При увеличении смесимости, или при полной смесимости, или при частичной, у нас и коэффициент вытеснения будет больше. Также используются параметры смесей, то есть их состав, давление заканчика и так далее. Соответственно, эти модели используют, ну, не сказать, что противоположные подходы, но разные. Также молодой ученый отметил, что данная разработка экологична и не наносит вреда окружающей среде, что, конечно, становится для нее немалым преимуществом. Разработанную методику уже поддержал региональный финансово-экономический институт, вручив молодому ученому грант. Полина Корнеченко, Кирилл Мукаев, Универньюз. А на этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин